И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня у нас речь пойдет про новости в Японии. Давненько я не записывал видео, был занят семьей, отдыхали. Что касается новостей, как вы знаете, в Японии сейчас тоже очень много разговоров про то, что творится в мире. Из-за этого бензин в некоторых, как сказать, месяцах он подешевел, но сейчас вот опять начинает дорожать. Подешевел примерно на 20 йен, где-то примерно 25 в лучшем случае было. Сейчас начинает опять повышаться. Что касается погоды, сейчас хорошая. Сейчас у нас лето, так называемое, 26-25 градусов днем, ночью около 18. В принципе, как летом в России то же самое. Напомню, сейчас ноябрь месяц, начало. И прохладно иногда вечерами. Поэтому я взял с собой курточку, как она называется, худи. Да, что говорят в Японии. Сейчас в целом там какие-то разговоры про то, чтобы помочь тем странам, которые пострадали. Япония вечно собирает, там деньги отправляет. Вот, в том числе сейчас и на Филиппины тоже там помогают. Нормально. Живем потихоньку. Из других новостей. Так немного, конечно, экономическая ситуация меняется из-за того, что цена, иена в цене немного падает. И доллар немного укреплялся, вот, в последнее время. Но из-за этого иена упала немного, и менять ее стало не очень выгодно сейчас. Надо подождать. Поэтому, да, если куда-то ехать, там, за границу, менять иену лучше в другие дни, в другие месяцы, чтобы не потерять деньги. Японцам как бы вообще пофигу здесь, они как жили, так и живут. Особо никто никуда сейчас не ездит. Хотя есть некоторые, да, выезжают там и в ближайшие там страны. Таиланд, Тайвань, Филиппины, ну, в азиатские страны. Кто-то на Гавайи летает, тоже отдыхает. Да, что касается изменений, вот у меня какие. Я тоже в этом году сменил работу. Сейчас я не работаю больше в компании Санчин Роботикс, которая делала раньше и, ну, как бы, разные системы автоматические для дронов. То сейчас они перешли полностью на Солюшены. Той полностью предоставляет только сервисы для клиентов, какие-то программы. Ну, и сервисы по искусственному интеллекту, которые делают разбор фотографий и показывают какие-то дефекты в конструкциях в цех или еще что-либо там, в том числе и солнечные панели, ветровые электростанции и так далее. В данный момент я работаю в компании, которая производит оборудование для медицинских исследований, роботизированное оборудование. Там разные, разные системы, механические руки там и для смешивания ингредиентов. В общем, ну, полностью автоматический цикл для лабораторных исследований. Мне интересна, как бы, тоже робототехника, тоже связанная с искусственным интеллектом. Там есть система распознавания различных материалов и ингредиентов. очень-очень хорошая тоже компания. Ну, не сказать, что она крупная, тоже начинающая, развивающаяся. Но я также устраивался и в Сен-Сен-Работик, в том числе тоже была маленькая компания, там 20 человек. Вот, ну, в моей текущей компании где-то около уже 40-50 человек на данный момент, что характеризует, ну, как среднюю компанию, не как мелкую уже. Да, у нее лаборатория есть свои в нескольких городах. И у нас вот главный офис в Токио находится. Да, отдыхаем сейчас вот с семьей после рабочей недели. Скоро начнутся новогодние праздники, Рождество. Там, возможно, будет время посвободнее уже поснимать. Можно будет сейчас просто тоже, когда менял работу еще и вот только первый месяц работал, соответственно, тоже было тяжело работать, потому что адаптироваться под новую работу, под новое рабочее место не так-то просто. Да. Ну, ничего, все интересно. Интересно, да. Здесь вот. Да, как вы видите, я сейчас решил испытать 4К 60 кадров. Если вы видите, что картинка стала более плавной и четкой. В том плане, что до этого я снимал 30 кадров. Там малой что-то кричит. Конечно, время на семью уходит прям очень быстро и очень много, потому что двое детей, сами понимаете, у нас здесь из родственников никого нет. Никто нам ничего не помогает в плане воспитания или там просто посидеть с детьми, чтобы мы куда-то съездили или записали какие-то видео. Поэтому всегда приходится тут и совмещать время с семьей и записи видео. Я думаю, что в ближайшее время мой блог будет ориентирован больше на как семейный блог, как личный блог уже, что будет касаться нашей семьи и вообще в целом, как мы живем здесь, а не только про Японию. Что касается ближайших планов, но пока я не планирую ехать, ну как бы выезжать из страны куда-то там на отдых или просто к друзьям, потому что, ну, сами понимаете, маленькие дети, с ними не так-то просто. Надо хотя бы, чтобы было там года 2-3, к минимуму, младшему, чтобы можно было уже спокойно ездить без всяких проблем. На данный момент, даже если куда-то выезжать, как вы знаете, это тоже сейчас затратно, потому что прямых рейсов нет. В Японию, если лететь, то это либо через арабские страны, либо через Узбекистан, а это очень много по деньгам выходит. Ну, в среднем где-то на человека 100 тысяч где-то рублей плюс-минус. Можно, конечно, и дешевле найти в зависимости еще от месяца. Если там новогодние праздники, там подороже, если это обычные дни там где-нибудь между праздниками февраль, например, март, там чуть-чуть подешевле выходит. Но все равно где-то 100 тысяч рублей на человека. При этом дети считаются в авиакомпаниях как обычный взрослый человек. Даже если вы летите с ребенком, которому год всего, или там два года, независимо, если он занимает место в самолете, то за него платите полную стоимость, как и за взрослого человека. Никаких скидок, ничего нет. Я, по крайней мере, не находил в этих авиакомпаниях, ни в японских, ни в других. Но сейчас, на данный момент, мы смотрим сейчас тоже вот на поездки за город, на машине. Можем съездить куда-нибудь за город, например, в горы. Пока еще не так холодно, там красивые виды поснимать. Сейчас момиджи начинаются. Это, как вы знаете, клёны японские опадают. И можно снять хорошие, красивые видео в данных местах. Ну, так, в принципе, все, что я вам сегодня хотел рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения и новости о канале, и новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся.